Добрый день! Сегодня у нас есть такая вот катка. Это предмет крестьянского быта, который использовался в древнейшие времена. Этой катке, наверное, лет 200. С ней солили огурцы, квасили капусту и что-то подобное. Сегодня мы попытаемся ее перевести в другое качество, сделать предмет нашего интерьера, декоративный предмет, который будет использоваться и функционально. Мы начинаем с того, что наклеиваем скотч. Скотч мы наклеиваем вертикальными полосками, чтобы задать более динамичную форму. По сути дела скотч является трафаретом. Итак, мы наклеили скотч и видим, что получилось довольно скучно. Просто забор. Попытаемся оживить этот забор. То есть мы возьмем ножик, вырежем некие кривые, прямо на наших полосочках. Снимаем скотч. Получилась уже более живая линия. Давайте сделаем то же самое с другой стороны. Мы импровизируем, так что бояться нам совершенно нечего. Полосочки мы вырезали. Форма у нас получилась довольно интересная. Теперь мы готовим клей. Мы будем покрывать клеем те места, которые свободны от скотча. Наша катка предварительно отшлифована, помыта. И это, в общем-то, уже идеальная поверхность для того, чтобы покрыть ее клеем и в дальнейшем нанести на эти места поталь. Но вещь старая, и остаются какие-то трещины, какие-то неровности. И вот это как раз создаст нам в дальнейшем очень интересный декоративный эффект. Теперь мы берем поталь. Что такое поталь? Это искусственное золото, которое делается из сплава меди и цинка. Блестит оно гораздо лучше настоящего золота. А так как наша катка деревенская, то что в деревне блестит, то и золото. Мы нанесли золото, и теперь аккуратно мягкой кистью приглаживаем его. И оно проникает во все трещинки и неровности. Таким образом мы обклеиваем всю катку, не обращая внимания, где у нас наклеен скотч, где он у нас не наклеен. С фальшивым золочением покончено, и сейчас мы будем смотреть, что у нас получилось. Начинаем мы с того, что снимаем скотч. Мы снимаем скотч, и видим, полосочки получились уж очень аккуратные. Не хотелось бы иметь такие жесткие границы, но в процессе мы немножко все это смягчили. И теперь мы мягкой фланелевой тканью, в данном случае это фланелевая перчатка, мы притираем. И убираем излишки золотой пыли, которые нам будут в дальнейшем мешать. Сейчас самое интересное. Мы увидим, что у нас получается. Мы берем обычную морилку для дерева и начинаем ей покрывать и золото, и дерево. Дерево совершенно не смотрится в светлом виде вот с золотом, а когда оно тонируется, то появляется контраст, который нам как раз и нужен. Мы закончили покрывать морилкой нашу катку. Сделали мы это несколько раз, чтобы полностью пропитать дерево и выявить все изъяны, все трещинки и все неровности, которые появились у нас на золоте. Теперь мы начинаем эту поверхность шлифовать, чтобы еще более усилить эффект вот этих вот трещин на золоте, еще больше это подстарить. Мы убираем пыль, которая осталась после шлифования, протираем катку и покрываем ее лаком. Покрываем тонкими слоями, чтобы не было потеков. Делаем это несколько раз. Итак, мы закончили. Мы видим, что из обычной катки, которой было трудно найти применение, у нас получился великолепный предмет интерьера, который может жить в любом пространстве, будь то классический интерьер или совершенно минималистический, и служить функционально. Мы можем поставить ее в прихожей, можем поставить в нее зонтики, положить газеты, журналы, но, скорее всего, это будет шикарная напольная ваза для цветов. Продолжение следует...